Ну и начинаем уже, как говорится, официально сегодняшнюю встречу. Итак, сегодня у нас 9 февраля 2019 года, и клуб позитивного общения начинает общаться, начинаем разговаривать. Вот, мы в прошлый раз говорили о страхе, и каждый делился, рассказывал, как бы, вот, было желательно рассказать о своих страхах и о том, как мы преодолеваем, вот, для того, чтобы, ну, найти некие, может быть, универсальные формулы того, как это, как можно работать со страхом. Вот, ну, по моей оценке получилось у нас так удовлетворительно, вот, хотя какие-то случаи были весьма интересны. Вот, так что мы не ставим слишком низкую оценку нашей встречи. И мы эту тему немножко не договорили. Мы ожидали, что придет к нам сегодня Инна, она обещала рассказать уже некоторые профессиональные техники преодоления и работы со страхом. Вот, но у нас есть один человечек, который готов одну из техник нам здесь представить. Вот, и у нас сегодня есть новые люди, и вы можете, как бы, подключиться и рассказать о своих страхах. Мы начнем, я думаю, с этой темы. А тот, кто не договорил, можно, как бы, вот, об этом еще договорить. Потому что я так и не понял, это сложная тема для наших, участников нашего клуба, или не очень. И, скажем, насколько она интересна. Все-таки, вот, у меня чувство неопределенности какой-то осталось и неудовлетворенности от прошлой встречи. Я думаю, может быть, нам дозавершить ее, и потом мы, а вы можете сразу, когда будет, возьмете слово, заявить, как бы, свою тему. Вот, и я позапрошлый раз, Елена, она почему-то еще не подошла, она предложила тему смысла жизни. Вот, мы эту тему как-то разбирали, но не в этом кругу. Но не нашли. Да, и пытались найти, пытались, и об этом можно говорить, я думаю, и об этом можно поговорить. Ну, и вообще, как бы, о чем вы считаете интересным для себя. И давайте мы пойдем, наверное... Ну, значит, давайте начнем от того, кто хотел бы начать, и от этого человека пойдем уже... Он всех подставит, как бы говорится. А вот у нас... По технике. Она просто по технике хотела сказать, но я думаю, мы к этому и вернемся, может, потом. А сейчас просто... А чего вернемся? Пусть и покажет, что... Ну, давайте. Все-таки остров. Давайте. Все-таки остров. Луиса, а может, ты начнешь? Ну, остров, у кого-то день рождения. Скажи, в каком порядке. Клуба. У клуба? Это у меня вчера был День Натальи. Поэтому я принесла кок. Поздравляю вас всем. Поздравляю вас всем. Так, а чайок мы заказали, да? Ну, хорошо. Сейчас будет чай. Я не знаю, а сколько нам кружек, полагается, принесут? Потому что я просто должен сказать, Я вчера разговаривал с директором этого прекрасного кафе. И он... Ну, такое пожелание... Чтоб каждый приходил со своей кружкой. А прекрасное пожелание? Нет, нет, ну, не совсем. Не совсем. Он заинтересован и в том, чтобы мы заказывали как можно больше. Да, но я его понимаю. Естественно. Да, я его понимаю. Чтоб не будет избыток кружек. Ты много заказал. Ну, хорошо. Вот. Ну, и Луиза, давай начнем с тебя тогда. Ну, давайте начнем с меня. Что я, тем более, что в прошлую субботу так прям некрасиво прогуляла, так сказать. А о страхах тема была очень интересна. Для меня, во всяком случае, мне кажется, что тем очень интересно. Страхи, страхи. Ну, наверное, мне кажется, во-первых, они в жизни нужны иногда. Да, и не всегда с ними бороться, в принципе. Вот во мне лично страхов вообще море очень. Огромное количество страхов. И, ну, как взрослый человек, мы часто понимаем, что страхи у нас, они рождаются, скорее всего, известно. Ну, страхи, комплексы, как бы, и так далее, да. И вот, как говорят психологи, что да, там надо обратить свой взор в детство, разобрать все в детстве. И вот, вы знаете, когда начинаешь копаться, ты докапываешься, откуда он родился, этот страх. Ну, вот, вы найдете еще волшебную палочку, чтобы так, и этот страх исчез. Вот это не получается. Вот этого вот щелчка в голове не происходит. Какими-то способами себя не уговариваю. И так далее. А страхов, ну, вот, кстати, да, вот обожаю море, океаны, воду, реки, озера, все. Ну, страшно боюсь плавать. Ужасно боюсь плавать. А потом еще, знаете, очень люблю общение. Но близко вообще не всегда остерегаюсь. Боюсь допускать слишком близко. Всего стараюсь держать дистанцию. Ну, а я могу погордиться, я один страх преодолела. Я была ужасно закомплексована в юности, в детстве. Когда закончила школу, для того, чтобы преодолеть свой страх перед публикой. Для того, чтобы, ну, вообще, нельзя заикаясь, говорить с людьми, там, не покрываясь под холодным годом. Я просто вышла на сцену, начала вести концертные программы в своем городе, в Казани, в Агрызи. Ну, конференсье работала. Ну, здорово помогло. И я теперь, видите, прям даже не бледнее, не краснее. И руки даже не дрожат. И коленки как-то в норме. А вот страх отношений, да, он как-то присутствует. И я понимаю, что, да, это тоже детство, развод родителей, так далее. И так жестко откладывает отпечаток на нашу взрослую жизнь, когда ты не понимаешь, как сходят отношения с противоположным током. И заранее ждешь каких-то подвохов. И как-то заранее ждешь, там, предательства, измены, там, ну, весь этот букет, да, цветочный, так сказать, можно сказать, цветочный букет. Вот. И поэтому как-то себя оберегаешь просто, вот, от... Просто, как сказать? От боли. Да, от боли, от всего выбираешь, вот, жить в одиночестве, чем, чем вот это все пережить. Еще разочек, вот, проще жить одной называть. Ну, это страх, да, наверное, это страх, который такой. А вот все, у меня даже на камеру, так что... Да, более того, я думаю, ты преодолела свой страх, я же начала первая. Да, ну, вот видите, а вот страх перед водой, да, обожание и страх вот это вот вместе как-то... Вот ты пропустила, пропустила прошлую встречу, я рассказывал, как я преодолел свой страх воды в прошлом. Ну, я пробовала, кстати, там, что волна ласково касается, но, там, и так далее, и так далее, и так далее, техники тоже пробовала. Но, знаете, я просто трижды тонул, и трижды меня уже... Я думаю, что четвертый раз просто, наоборот, и Господь Бог мне не пошлет, скажет, ну, я тебе раз сказал, два сказал, три сказал, а ты туда лезешь и лезешь, уже давай, и так далее, и лезь дальше. Ну, вот это вот, но иногда, может быть, страх от предстережения. И, конечно, наверное, можно бороться, потому что можно бороться, потому что, а вдруг это... А тебя именно... То, что тебе не нужно. А тебя именно спасали тебя, да? Именно спасали, именно, да, спасали. А я сам, а я сам выплывал. О, ну... Говорят, что готовы тех, кто не боятся. Боится тут не тройка, не тройка. Ну, потому что они не плавают особо, да, и далеко не заплывают. Один смешной, буквально секундный, как говорится, ролик о своей жизни, когда я умудрилась даже в бассейне тонуть в Турции. А были случаи, когда люди... В бассейне реально... Топиться есть тонко. Нет, а лучше. Вот, поэтому, если уже в бассейне, дочь мне сказала, вот детские 20-сантиметровые глубины, мама, это для тебя, все, только плаваешь там. Ну, вот, как бы, я решила, что, да, созерцание с берега, наверное, было более благоприятным для меня. В общем, бороться без стихии. Ну, вот, как-то так. Всем-все-все-все за внимание. Техники высушили с удовольствием, потому что... А, кстати, а что плавать вообще не будет? Вы знаете, пока я знаю, что дно у меня есть, и я достану, беру свои мосты как-то, да, вот, и я плыву. Ну, то есть, получается, не в глубину, а вдоль берега пока... То есть, на воде ты держишься, да? Ну, да, в бассейне тоже, как бы, но не более того. Как только я понимаю, что... А, да, с областью или как? Стих, какой плаватель. Я думаю, что стюкзит-пряс влияет, как говорится, на это, да? Вот, но как только я понимаю, что глубина там достаточно такая, что мои рот и глаза будут закрыты, то есть, все, это уже начинается хомическая, как говорится, атака какая-то. Можешь сказать, в чем проблема? Ну, вот, проблема в том, что я все время боюсь утонуть. Даже вот, когда стоишь на бассейне? Нет, нет, когда стоишь в бассейне. Прекрасно. Ну, ты приходишь. Ой, я и стою, да. Ну, и все, я не забываю на лесу. Я поэтому не плаваю, да? А если я надувный круг, то есть? То есть, от страха не надо избавляться? Да, конечно, надувным кругом, да. А к матрасу скотчем, если приматывать меня только. К матрасу боюсь, потому что сказать могу. А круг мне нормально. И погиб скотчее. У меня страх высоты. И у меня друг алкаш, Федя, он говорит, а что ты лазишь на эти, ну, на высокие этажи? Да, если ты боишься. Да, если ты боишься, не лази. И все. До какого этажа? Я говорю, ну, до пятого. Ну, вот до пятого и смотри вниз. То есть, ты так думаешь, что если с пятого свалишься, то останешься целым? Я не думаю. До пятого мне нормально. Я смотрю все. Я жил на пятом этаже. Сейчас мы понизим до третьего этажа. А насчет воды я в ванной, я за эти, за ванной держусь. А, то есть я не одна, да? Ну, конечно, я шучу. Ну, бутылка коньяка, наверное, там рядышком стоит. Просто, это же элементарно. Оно же тебе не мешает жить. Нет, нет, я не говорю, что мешает. А тебе надо на глубине плавать. Нет, 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 нет. Это не просто страх есть. Мы же говорим о страхах. Вот у меня страх есть. Но я не собираюсь его преодолевать именно, потому что я так думаю, что это как-то на меня плохо подействует. Те страхи, которые я считаю уместны, бороться, я с ним борюсь. Те, которые я считаю, что мне уместно с ними бороться, они мне сидят. Но не мешают они мне жить, да? Вот я же, видите, приперлась из Казани сюда. Ну, да. И страх не к воде. Да, к воде я каждый день хожу туда. И поближе к воде. Мы просто стараемся подрушиться, видимо. Стать всегда. И все. Это как один из принципов преодоления страха. То же самое, что боязнь публичного выступления, и она пошла конферансе работать. Да. Я где-то слышал, что бороться можно только с тем, что реально. Ну, как ты можешь бороться с тем, что нереально? Это в твоей голове, это в твоей фантазии. Ну, вот я потому и говорю, что борьба не всегда нужна. Это из пошлого. И ты когда смотришь в будущее, это нереально. Если ты видишь, осознаешь, что это нереально, то у тебя происходит... Ну, бороться... Не нужно бороться с тем, чего нет. Оно, во-первых, вызывает любое действие твое, вызывает противодействие. Страх усиливается. Вот этот имидж страха, вот этот образ страха, он усиливается, и он становится настолько реальным. Как будто ты смотрела кино, и потом раз, начала участвовать в этом фильме. Знаешь, то есть мне кажется, что вот если мы будем очень внимательны к тому, что там происходит у нас, и какое кино мы производим, можно жить хорошей жизнью, ну, радостно, весело, получать удовольствие, правильно? От всего, от мелочей. В принципе, жизнь складывается из мелочей. А можно в этих мелочах видеть какие-то негативные вещи, какие-то вещи, которых ты начнешь бояться. Ты как, получается, мы как люди, которые создаем фильм свой вот здесь, потому что весь мир у нас здесь все равно находится. И нам нужно просто выбрать, какой фильм нам создавать. Хороший, комедию, любовную историю. Нам нужен сценарий. Или нужно научиться быть сценаристом, потому что, почему-то, что касается страхов, мы с удовольствием создаем себе эти ужастики и смотрим. Причем смотрим так, что даже бабок от этого не получаем. Одни только смотрим. Никто не хочет эти ужастики у тебя в голове смотреть. То есть создаем фильм, и сами же его смотрим. И никакого толку от этого нет. Вместо этого фильма, если ты чувствуешь, что чувствуешь страх, допустим, вот, ну, пришла, откуда страх появляется? Мысль, мысль, воспоминания, память притягивает мыслеобраз. Мы же мыслим в образах. Мы не мыслим, а слово, у нас возникает слово, страх, допустим. Слово страх создает какой-то определенный образ. Или покойника, или там убийцы, или глубины там, или высоты. И этот образ, мы верим в то, что этот образ реален. Но если быть внимательным, осознавать, что в данный момент тебе ничего не угрожает, испугаться можно вот здесь, сидя здесь, в этой компании, и вдруг вспомнить какой-то страшный момент из своей жизни. И вдруг сердце начинает биться, температура повышает. Я к тому, что, наверное, надо пробовать осознавать, что с тобой происходит. Во-первых, присутствуясь в тот момент, когда возникает страх. И если ты присутствуешь, то, наверное, вот это осознание того, что бороться с ним невозможно, и нет смысла бороться, а быть в этом страхе, как бы прожить его один раз. Потому что мы даже ни разу его не проживаем. Он возвращается потому, что мы его не прожили. У нас нет опыта проживания вот этого страха. соединиться с ним. Мы не понимаем, мы думаем, что мы здесь, а страх где-то или здесь, или там. Но мы не осознаем, что страх – это мы все, вот целиком. Мы, когда страх нас, так сказать, захватывает. Накрывает. Накрывает, да. Мы есть этот страх. Вот если это осознать, вот в этот момент, когда он на тебя наезжает, этот страх, эта мысль, этот образ. То есть ты хочешь сказать, когда ты боишься, ты очень страшно становишься. Для себя, да. Для себя. Никто же этого не видит, как он у меня страх. А может быть и не только для себя, и для окружающих. Потому что агрессивные люди, они очень часто агрессивные именно из-за того, что они боятся. Хирург. А не боятся? Мы в прошлый раз говорили, если я ничего не боюсь, я первый бью. А что ты первый бьешь? Человек и не думал его. Человек тебе слово сказал, и в морду получил. Вообще ужасный какой-то таким. Он сейчас придет. Но сейчас можно пока говорить, он не пришел. А я бы ему сказал так. И быков загоняют в консервные банки. Может тогда он будет бояться. Нет, он не будет бояться. Он дедобовский, ему ничего не страшно. Он пришел в серьезную школу выживания. А мы пошли дальше. Называйте свои имена, потому что у нас новые люди. Меня зовут Лена. Что я могу сказать? Мне пришла такая фраза из Библии. Несовершенен боящийся в любви. В Библии сказано. То есть мы сюда пришли научиться стать любовью. Научиться любить. У нас две полярные... Я не понял эту фразу еще раз. Несовершенен боящийся в любви. То есть человек, который носит в себе энергию страха, он никогда не может научиться любить. Либо он берет на вооружение страх свой, использует в своей жизни. Либо любовь. И мы сюда пришли разобраться со своими страхами из прошлых воплощений, которые у нас в подсознании, в каждой клеточке нашего тела. Ну и в общем-то нам жизнь преподносит эти ситуации вокруг нас, которых мы боимся. С ними надо работать. С этими страхами. Действительно, страху взглянуть в лицо, так сказать, прожить как правильно объекта. Лена, а как ты преодолеваешь свои страхи? Ну, какой-нибудь случай может быть? Случаев много было. У меня вообще память сейчас такая, что ее на ней держится. Если есть что-то на поверхности, вот это было бы интересно. На поверхности. Игорь Пусян. Ну, наверное, вот есть такой еще, как бы, вот страх, если... Как? Луиза. Луиза, да. Она преодолела страх общения в обществе, да? Я немножко в этом комплексую, как бы, вот разговаривать на большую публику. Поэтому иногда не излагаю никто, ну, не те мысли, которые, как бы, в принципе, хотела сказать. Ну, как бы, волнуюсь, и это меня сбивает. Поэтому я и вышла на эту публику, чтобы с этим страхом распрощаться, да, как бы. И почему, я думаю, возникает страх? Потому что нет доверия миру. То есть, в принципе, мы же все люди, все человеки, да? А мы друг друга боимся все. А вместо этого лучше бы проявлять любовь, да? Вот у детей все-таки больше доверия. А дети, да, они же чистые. И вот почему даже в Библии сказано, будьте как дети, ибо вы, они, ну, в них Царство Небесное, да? А Царство Небесное внутри нас, это тут любовь. И мы свое сердце должны очистить от всех вот этих деструктивных энергий, страхов, обид, злобы. И чем больше вот этих негативных качеств мы будем изживать, тем чище будет сердце, тем больше он будет наполняться любовью, светимостью. И мы будем все счастливыми, любимыми. Поэтому, насколько открыты мы миру, настолько он нам открыт. Чем больше мы боимся, тем больше мы этих ситуаций притягиваем в свою жизнь. То есть закон подобия. Что внутри, то и снаружи. Вселенная нас проецирует просто. И все наше состояние. Вот, Лена, ты сказала, как бы, ну, заявила даже, я так думаю, важную тему. Вот эту вот статуи из Библии, что боящийся несовершенен в любви. То есть получается, что тема совершенства. То есть, на самом деле, когда человек стремится к совершенству, совершенствуются, он обнаруживает, что у него есть страхи. А люди, которые, может быть, живут, как им живется, не очень как бы задумываются о смысле жизни, о совершенстве, они могут, в принципе, не особенно чего-то и бояться, и не всегда обнаруживают в себе какие-то слабые стороны. Вот, как бы, ну, это, я так обозначил просто тему самосовершенствования на будущее. Спасибо. Что-нибудь добавить, или мы идем дальше? Ну, Виктор, ты сказал? Тема обширная, потом все с пропуском. Меня зовут Виктор. Я самосовершенствую. Скромно. Очень скромный. Вот, и тоже боюсь говорить на публику. Виктор, я тебя научу одной фразе. Я 13 человек, я еще... Ты можешь ее всегда говорить. Я 14, я убираю. Ты можешь говорить не очень скромно, а я самый скромный человек в мире. Да. Значит, я хотел сказать, что... Я хотел сказать, что вообще вот говорят о множественности страхов, модификации страхов, о высоты страхов, о близости страхов. А мне пришла идея такая... Не идея, а мысль, что... А вообще... Потому что вот чувства одно и то же. Вот, когда ты разного боишься, а когда возникает страх, в этот момент тело реагирует одинаково. То есть, какие-то... У кого-то здесь перехватывают, у кого-то в животе... Душа в пятки. Душа в пятки. Вибрации какие-то. То есть, в принципе, я думаю, что вот само понятие страха, оно... Страх, он и есть страх. Какой... Чего бы... Страх чего бы ни было. Это можно назвать просто страх. И если уже заниматься страхом, то не отдельно, вот, там, против высоты буду там что-то делать, против глубины буду что-то делать, против близости и прочее. А рассмотреть, так сказать, что делать вот с самим, вот, как... Как сказать, с генеральным страхом. Вот с самим словом страх. Что... Что можно делать или не делать, и стоит ли с ним что-то делать. Вот. И... Загнать его, так сказать... Потому что... Судя по тому, кто боится, вот это существо, это совершенное и не несовершенное существо, оно боится. И... Делят там на животные страхи, на... Не на животные, на ментальные страхи. Я думаю, страх, он и есть страх. И... Я не знаю, я бы хотел об этом поговорить. Я еще не, так сказать, тема у меня... Вот просто возникла такая мысль, что, в принципе, мы говорим отдельные страхи, но мы говорим об одном и том же проявлении. А в том и том же... Вообще отличная идея. Мне действительно кажется, что боится несовершенный человек. То есть, если ты совершенный, если ты наполнен любви, у тебя страха не должно... То есть, если тебя переполняет страх, по идее, не должен появиться. Да, страх... Проводили эксперимент очень... Хотите, расскажу. Очень интересный эксперимент. Значит, подвесной мостик через... на большой высоте через горную речку. И человека пускали через эту реку. Ну, и он идет, мостик шатается, а потом, когда он уже... доходит до середины... А, ну, приходит у него, спрашивает, а что вы испытывали? Он говорит, ну как что, страх? Ужас. Немножко изменили ситуацию. Он идет через мостик. И посередине мостика навстречу встречается с очень красивой девушкой. Ну, и он проходит, они как-то разминулись, и он... Идет девушка там в другую сторону. И у него спрашивают, а что вы испытывали? Какие чувства? Он говорит, чувство любви огромное, у меня было. А страх, если... Какой страх? Я вообще-то ничего не боюсь. Извини, но я сомневаюсь, что если он боится высоты и увидел девушку на вас... А вот попробуй на шестой этаж подняться с красивой девушкой. Я думаю, ты забудешь про страх. Вот. Но это реальный эксперимент, это факт. Это не то, что я придумал сейчас. Поэтому... Получается, что вот то чувство, которое у нас возникает, мы просто сами интерпретируем. Или как страх, или как чувство любви, или еще как-нибудь. То, что страх не свобода, это однозначно. То, что любовь свободна, ну, в моем понимании, это тоже для меня однозначно. То есть, это чувство, которое вместе... Где ли есть любовь, там нет страха. Когда любовь приходит, нет страха близости. Нет страха, когда... Ну, ладно. 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 Идем дальше. Меня зовут Наталья. Я думаю, что я еще скромнее, чем самоскромная человек. Потому что, честно говоря, я вот как-то живу, я никогда не задумывалась о том, что я там чего-то боюсь. И мне есть слово «надо». Если что-то надо, значит, это надо. Боишься ты, не боишься. Встала и пошла, потому что это надо. С красивой девушкой, с красивым мужчиной, на шестой, на девятой, на шестнадцатой. Действительно, я бы не задумывалась. Я бы не задумывалась. Но, правильно, страшно. Но, я не знаю, как-то... Для меня есть слово «надо». И если это надо, я переступлю через... Я не знаю в себе такого страха, через который я бы не переступила, если бы нужно было что-то моей маме. Что-то нужно было бы моему сыну. Я не знаю, через что бы я не переступила. Но, естественно, не говоря о том, что переступить через кого-то, через человека. Это нет. А через какой-то страх я бы переступила это с вами. Даже страх смерти. Знаешь, и чувство любви, правильно? Да, и чувство любви. Я согласна. Я согласна, да. Я считаю, что я как-то... Я не думаю об этом. Я не думаю, я иду, я делаю, я не думаю об этом. Поэтому я на тот... Ну, страшно, конечно, как любому человеку что-то страшно. Но, чтобы я вот прямо... Самое главное, на этом не циклиться. В этот момент, когда ты что-то делаешь, и тебя что-то пугает, самое главное думать о том, о результате, о том, чего ты добиваешься, какая у тебя цель впереди. И как-то перешагиваешь через это и идешь дальше. Я не знаю, как-то. Но я к этому так и прошу. Но, честно говоря, я по жизни, я тоже в юности у меня была куча комплексов, и то, и то, и то. Но как-то по жизни я себя вот так вот как-то я настроила. Мне так легче, я так живу. Мне так легче. Мне выступить без проблем. Я училась в институте, все стеснялись почитать вслух. Мне все время говорили, у вас дикция хорошая. Я открываю книжку, какая мне разница. Или я для себя вслух читаю, или мне для себя почитают вслух. Ну и что? Но как-то я к этому так. Совершенный человек. Я скромнее самого скромного. Нет, ну правда, я не хочу сказать, что я ничего не боюсь. Что-то пугает, конечно, от любого человека. Но я как-то стараюсь, я стараюсь не зацепиться на это. Надо. Надо. Вот я опять же расскажу ситуацию. У меня сын был маленький, мы с ним пошли сдавать анализ крови. Мальчик перед этим пошел, орал, там вся лаборатория сходила с ума, он сидит. Глаза вот такие. И сидит, я вижу, что боится. Я говорю, ну ты что, тоже пойдешь туда? Говорю, тоже орать так будешь? Я говорю, ты же, наверное, мужчина. Нет. Я говорю, мне с тобой идти? Нет, я пойду один. Он пошел, это было в первый раз. Ему кололи палец, он вышел. Сватайся. Фигня какая-то. Партия сказала надо. И все, партия сказала надо, Кантамол ответил и есть. Вот. Вот у нас это семейный девиз. Как глубоко у нас это засело. Дело в том, что вот я говорил, у меня опыт моей сестры родной, которая ввозник белорусских людей. У нее постоянно были негативы, постоянные страхи. И она говорит, что она прочитала книжку Луис Хей, там, знаешь, да, Луис Хей? Сама писала. Да. И это самое. И я ее натолкнул на мысль, что я ей говорю, что, Калочка, двух мыслей одновременно в твоей бестолковке возникнуть не может. Они как бы, они поочередно, они в очередь стоят. Она говорит, окей. И, значит, зацепилась за эту мысль, что одновременно двух мыслей не может. Значит, если приходит плохая негативная мысль, или страх какой-то цепляет эту мысль, цепляет мысль, цепляет страх, она начинает тут же о чем-то другом думать. И что она придумала? Она начала строить дачу. Она начала строить дачу, проектировала ее в уме, в уме. Она начинает проектировать, какую она дачу хочет, какую что-то... Она уже, короче, длилась, наверное, в течение почти год. Она строила эту дачу. Это умственно строила? Да, умственно, да. Она представляла, вот плохая мысль пришла, или там негатив какой-то пришел, она раз включает дачу, переключает канал на дачу, и продолжает. У нее с продолжением. Вот я же с вами. Проект нахуй я уже и построил, уже мебель начала ставить. Когда расставила мебель, ну, расставляла мебель, я заметила, что я уже... Мост настолько был на тренирован, на это дело, на перестройку, что он автоматически... А ведь так можно свою жизнь построить. Так в том-то она ее и сделала, собственно, построила свою жизнь. Совершенно другую, совершенно... Она говорит, я не представляла, что я буду жить в Анапе с тобой, ты здесь на черном море. Она говорит, это фантастика. На черном. А жива где, в Минске? А все равно в Минске, в эти, в болотах, комары. Нет, но Минск прекрасно дорог. Лукашенко. Чудесно. А ты был там в Минске? Да. Там один Лукашенко честный. Нет, я к тому, что... Если не смотреть новости, он тоже не так уже и страшен. Не, мне нравится. Ну да. Да и по новостям он хорош. Это то, что вам показывают. Смотря что... Она включает... А, ты там тоже бывал? Она говорит... Я жаю из Беларуси. Да, мы жду большие. Вот почему у меня рядом сидите. Так она говорит, ты Лукашенко самый родной, как родной батька наш. Ну, батька, родной батька. А я удивлялся, почему его там не все любят. Все чистят, на чем все. А он ее любит. А он мне и нравится. Добрый был. Путин ей нравится. Трамп ей нравится. Ей все нравятся. Даже Трамп нравится. Ну, а чего? А он сначала мне тоже нравился. А потом... А сначала он всем нравился, если помнишь. Как и все травмы, да. Короче, я чувствую тебя, и я думаю, что это у тебя срабатывает. Вот тут, по-моему, под Кулеша. Не такой горящий. Да. Я очень позитивная. Я очень позитивная. Людина дает команду, что все остальное не имеет... Спасибо, Олександр. Тошечки. Вот и все. Замечательно. Нет, почему? Родственники мои периодически мне говорят, что у меня гордыня. Что у меня гордыня. И вот так вот возносишься, что ты такая замечательная. Я не замечательная. Со мной работала женщина, у меня, как у каждого человека, у меня очень недостатков. Но со мной работала женщина, и она всегда говорила, что самое главное не хвалить самой себя, а чтобы себя похвалили люди. Меня хвалят люди. Меня хвалят люди. Не то, что я хвастаюсь тому что-то, но я по натуре правда очень добрый, очень бездельный, хороший человек. У нас бабушка одна отдыхала. Она подходила ко мне каждый день и говорила, Наташенька, вы в отпуск домой когда поедете? Я говорю, ну вот тогда-то так. Вы приедете домой, скажите вашей маме, что у нее родилось солнышко. Я говорю, я прям пообещайте мне, что вы скажете своей маме. Я говорю, я вам обещаю, что я скажу что-то. Меня правда, меня любят люди. Есть, конечно, которым я не нравлюсь, я не могу всем нравиться, но в основном я работаю, прям мне даже приятно, когда люди приходят. Я для людей старалась, я когда пришла туда, у меня не все понимали, то что приходит больной человек, талонов нет, а я его пытаюсь, я звоню доктору, договариваюсь, потому что человеку нужно. Они приходят, ой, спасибо, ой, спасибо, ой, спасибо. Я это делаю не за спасибо. Я просто хочу человеку помочь. И если я могу помочь, то почему бы не помочь? Тебе есть чем гордиться. Тебе есть чем гордиться. Ростники так считают. Нам есть, чем гордиться. Нет, нам не есть гордение, есть у каждого человека. А теперь главное не сглазить. Да. Ну, в общем, не будем хвалить ее сильно. Чтобы не зазналась. Чтобы не зазналась, поэтому. Здравствуйте, меня зовут Надежда. Я мастерам. Ну, я скажу так, как я это понимаю. Для меня вообще страх, это, так скажем, некий внутренний защитный механизм, который сообщает мне о том, что я чего-то не понимаю. Или я чего-то не знаю о том, что происходит со мной. Если включается страх, например. Не понимаю ситуации. Не понимаю в своих ощущениях. Не понимаю в той реакции, которая необходима сейчас. То есть, я чего-то не знаю о том, что происходит. И одно из направлений работы со страхом, это как раз попытка выяснить о предмете моего страха максимально больше информации. То есть, я узнаю, что это такое, как оно устроено, для чего оно существует, функционирует и так далее. Если это касается внешних объектов, если это касается внутреннего какого-то состояния, то это, значит, попытка узнать и почувствовать, что и как идет изнутри и с чем это связано. То есть, для меня страх – это союзник, по сути своей. Союзник, когда он возникает, для того, чтобы разобраться, что вокруг происходит то, соприкасаясь с чем, я не знаю, как действовать. То есть, у меня недостаточно ресурсов, недостаточной информации, и любой страх возникает, если я ощущаю, что я не в состоянии справиться, быть успешным или быть сильным, или, так скажем, проявить себя так, как мне бы хотелось. В принципе, если глубоко копать, то любой страх на этом основе. Невозможность эффективно действовать. Страх, страх глубины, я боюсь потерять опору, если опоры нет, значит, я боюсь, я не контролирую это состояние, и взять любой страх, в принципе, если не разбираться. И работа со страхом, она подразумевает, в первую очередь, поиск ресурсов. Поиск ресурса для того, чтобы найти этот опыт, для того, чтобы собрать информацию, для того, чтобы проанализировать и соприкоснуться с тем, что меня пугает. И в рамках этого я хотела бы предложить, так скажем, такую сопутствующую технику, которая помогла бы найти ресурс и стабилизировать состояние ваше внутреннее, если вы испытываете тревогу, если вы о чем-то беспокоитесь, и в том числе, если вы находитесь в активном переживании страха. Эта техника, так скажем, она исходит из направления эмажинативная психотерапия. Вот, это психотерапия, связанная с образами, с восприятием образа. Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, что наша психика, наша душа продолжается через наше тело. Мы непосредственно с этим связаны. И любые страхи, любые негативные ощущения, эмоции, они так или иначе где-то у нас зиждятся, так скажем, в нашей телесной оболочке. И можно идти к переживанию страха, к осознанию страха, в том числе через тело. Мы можем идти через осознание к нормализации тела, а можем идти через нормализацию тела к осознанию. Вот, и поэтому, чем лучше у человека контакт собственного тела, чем лучше он его ощущает, может им действовать, чем больше он умеет расслабляться в той или иной ситуации, слышать свое тело, тем легче ему справляться с эмоциональными какими-то вещами. Тут любой скажет, психолог, психотерапевт, массажист, врач, скажет, что все блоки у нас есть в нашем теле, все психологические блоки. Поэтому, если хотите, я вам такую технику дам, работа с ресурсом и работа с состоянием. Мы хотим, несомненно, но только я бы, но я предложу, может быть, мы эту технику проведем после того, как все проговорят, свои страхи обозначат, и в принципе, можно было бы уже с этими страхами тогда с помощью этой техники даже поработать, да? А ты сам психолог или... Ну, тогда можно. Тогда можно. Так, хорошо, идем дальше, да? Да. Меня зовут Елена. Я хотела бы немножко сказать об страхах с точки зрения визы и тела. Визы и тела, так как я сама не занимаюсь. К сожалению, а может быть и к счастью, действительно, механизм нашей психики завязан на взаимодействии с телом. И если говорить попроще, если человеку что-то парится, первая реакция физического тела это закон. Раз, и вы сжались. Человек похож немножко на ежика, когда он боится. Ежик что делает? Прячет самое главное для него место, это животик. Запас. Раз, и шарик сжался. Человек поступает совершенно точно так же. Что мы делаем? Мы собираемся в позу эмбриона, даже если это внешне не выглядит как комочек, но внутри, к сожалению, это именно так происходит. Я хотела бы обратить ваше внимание на диагностику, как вы можете понять, что я боюсь. Нужно отследить свое состояние именно телесно. То есть, часто человеку очень трудно пройти какой-то свой страх, распрощаться с ним, то есть, в связи с ним, что он не может даже уметь осознать, понять, что он боится. Но даже здоровья у него нет. Для этого нужно, как я сказала вам, обращать внимание на биологию свою. То есть, если я испугался, что я в этот момент сделаю? Надо наблюдать просто над собой. Это очень видно на детях. То есть, если ребенок боится, первое, что он делает, он замирает первая секунда, да? Да, и взрослый человек тоже. И потом только это привлачает в следующий реактор. Люди, у которых очень большое количество страхов, они, как правило, очень сильно зажаты мышечной. Блоки, они все действительно отстаются. И самое первое, что нужно делать, если вы чувствуете, что страх, это нужно расслабиться. Мы, к сожалению, расслабляться не умеем. Даже в воде, если говорить о страхе. Нет, нисколько расслабления. Да, то есть, что он делает? Он просто превращается в бревнышко, в камушек. Да, да, да. Становится тяжелым. Это прям лучше всего, совершенно нет. Обычно так же и со страхом высоты. Когда человек стоит, он сиделся во что-то, да? И он дальше не может сделать шаг. Он напрягся. И все. Ну и самое главное, что нужно делать в этот момент, это постараться расслабиться. Можно это делать даже методом аутотренинга. Я спокоен, я расслаблен. Ну, все-таки такие вот моменты. Вот. И немножко хотела бы коснуться темы детей в плане опыта наших предков. Мы все так или иначе живя на территории Руси, так сказать, неважно в какой зоне, все равно связаны с каким-либо образом, со славянскими корнями. В любом случае. То есть в наших предков существовало такое понятие «любжа». Любжа? Любжа. Любжа – это такой способ познания мира человеком в принципе, и способ взаимодействия, и физически, и психически. Что это такое? Любжа – это обширное такое понятие. То есть это и методика телесных характеров. То есть просто чувствовать друг друга руками. Любжа – это и понятие вот этой безусловной любви, которая друг другу передается. Любжа – это гимнастика, любжа – это массаж, любжа – это любовь вообще в принципе между людьми. То есть в чем был смысл? С рождения ребенку давали понятие любви, именно начиная с телесного прикосновения. Грубо говоря, это семейный массаж, если так взять какую-то ее часть. То есть закладывалось это вообще в принципе восприятия ребенком тактильно, что есть другой человек, мама прикоснулась. Что есть не просто другой человек, а есть человек противоположного пола. Как взаимодействуют люди разных полов. То есть было принято, папа занимался с дочерью, мама занималась с сыном. То есть до определенного возраста. Деткам. Папа делал массаж девочке, дочери. Мама делала, прикасалась к мальчику, к сыну. Для того, чтобы дети понимали, в чем разница между энергией и между полами. То есть прививали сразу. То есть это была именно закладка того, что это не страшно, что ты другой. Вот с этого начиналось понятие любви. Изначально это позволяло людям расти безопасно. То есть вот о чем мы говорим, о страхах. То есть это предотвращалось изначально. Не было страхов. Это была доктрина такая в народе. Изначально, да. Это не стихийно вот это все. Откуда это знание у вас? Ну, это много. Не могу сразу сказать. Потому что я слышал что-то подобное. Сейчас мы слышали. С запада к нам пытаются. Нет, это чисто славянское. Я просто занимаюсь этими вещами. Сама физиолог, работаю с людьми. Именно в оздоровительных техниках. Сейчас эти знания восстанавливаются. Сейчас даже ведется курс любви. Есть люди, которые проводят это понятие именно парное. То есть взаимодействие между мужчиной и женщиной. Между человеком одного пола и другого. То есть я почему эта тема коснулась. Потому что, к сожалению, в современном обществе это вообще утеряно. То есть даже с рождения ребенка мы не закладываем в него вот эти понятия. Поэтому очень много страхов. Потому что ребенок не видит это с рождения. Не ощущает этого, не понимает. Нет безопасности. Он приходит. Первое, что происходит, когда человек рождается. Это натальный период. Он еще в утробе маме. Потом, чтобы ему родиться, он что должен сделать? Он должен пройти по родовым путям. Это и есть первый опыт взаимодействия со страхом. Если человек этого не проходит изначально, у него потом наслаивается это один страх на другой. Почему так очень важно, чтобы люди рождались естественным путем, а не кесарево сечение и все вот это. Потому что это первое наше взаимодействие со страхом. И очень важно начинать разбираться в себе, откуда во мне эти страхи именно с этого. Но это уже работа психологов. Да, техник много. И техник на самом деле очень много. Но самое первое, это вот то, что я говорю, это просто прикосновение. Зачастую мы даже не умеем прикасаться сами и не позволяем прикоснуться к себе. А вот скажите, пожалуйста, а как это сочетается, допустим, с православием? Это может там найти отклик или там это отрицаемо? Нет, это не отрицаемо к религиозным каким-либо конфессиям. В общем-то не имеет отношения, потому что это все делается в семье. То есть в любой религии, если это касаемо внутри семьи, это не так. Разрешено. Это разрешено. Потому что что иудаизм, что мусульманство, у них же это нормально, взаимодействие в семье между мужем и женой. Это нормально. И точно так же и с детьми. То есть женщина в поранжении может показаться другому мужчине, но на своей половине, на своей территории можно. Поэтому в православии, тем более, нашим священникам не запрещено жениться, не запрещено иметь большое количество детей. То есть это не добывалось. Это в общем-то ничего здесь в этом закон нет. Нам тоже не запрещено иметь большое количество детей. Да, нам не запрещено. Никому не запрещено. Я немножко о другом. То есть какое это имеет в общем-то отношение к религии? Это наоборот в той же, так скажем, оперы. То есть это безусловная любви. Но любовь это проявление ее, только тактильное. Если бы мы изначально это сами чувствовали и давали своим детям, то у нас не было бы столько страха. Ну вот меня всегда настораживает, когда какие-то принципы или как технику пытаются представить. Это как бы настолько естественно. Это не техника. Там отец берет дочь на руки, подбрасывает ее и еще что-то. А где-то в Германии я недавно посмотрел или в Америке. Мужчина поехали и он подбросил дочку свою там или сына. Шанглировал. Это наши русские табыли. Ну вот я знаю, что подбрасывал. Ну сам ювенал сразу. С статью. Да. Плохо обращается с ребенком. А вдруг она испугается. А вдруг еще что-то. Ну это уже извращение на самом деле. Ювенал это вообще. Ювенал это аномалии. Ну ювенал так и говорят. Вот извращение с какой. Дочку подбрасывали. Я говорю ювена. Да, а ты. Я анальдой не сменяюсь. Вот они больше извращаются. Я честно говоря против этого. Больше. Намного больше. Ну хорошо. Это в первую очередь ограничение касается самих детей. То есть они ограничивают этим детей, а не взрослых. В том-то и дело. В первую очередь те же самые страны. Я вижу, Вика хочет сказать, но мы пойдем дальше. Это нам пытаются навязать вот эти ювеналы. А о ювеналах это отдельный разговор. Мы потом поговорим. Это очень серьезно. Это их личное. Алексей. У меня просьба, можно я в конце высказать? Пусть я хочу дослушать всех людей. Мне просто очень нравится. Только я хочу что-то сказать. Это говорит лиц этот человек передо мной. Я так думаю, все мои мысли. Я просто финаличен. Ну я надеюсь, таких больше, как ты, нет. Да, в принципе, много людей уже прошло. Уже есть что сказать. Ответы уже оформили внутри себя. Да, и мне понравилась таблетка от страха от Наташи. Да, я должна вот это сделать. Я иду и делаю. Мотивация. Да, это не только мотивация. Когда он в страх, он когда в двигательную реакцию преобразуется, он уходит. Потому что борьба с собой и со страхом. Глаза боятся. Руки за тела. Да. Сынусы реализуются. В реальной жизни энергия уходит на конструктивные действия. Кто-то пришел. Если... Наташа, встрачи не пускает. В советское время она была комсомолкой активной. Я вам больше хочу сказать. Я была членом комитета комсомола школы. Я была комсомолкой. Я тебя узнал. Я тоже, а я вижу, что такое. Я практически не чувствуешь. Да, да. Нет, потому что я по натуре литер. Я по натуре литер. Да, мне нравится отглезовывать. Мне нравится все. Закваска и, ну да, что ты будешь говорить. Еще я хотела сказать, что... Кто-то стучит тихо. Да. Зачем? То, что вот эти зажимы, это то, что он просто так, как физиологи здесь, они должны знать, что это нормальная физиологическая реакция. Потому что есть простое правило, когда в экстремальной ситуации замри, беги, защищайся. Первый реакция, он там быть замри, а гусь пронесет. Организм тщательно это реализует. Рефлекс? Да, это безусловно рефлекс, это нормально. Нормально здоровая реакция, здорового организма замереть, потому что минует чаша, все нормально. И то, о чем говорилось, что вот эти тактильные ощущения с детьми, то тут можно пойти еще дальше, опять же вспомнить, как это у других животных происходит. Там же вообще без этого вообще никуда, потому что у остальных кошки, собаки и прочие, они рождаются слепые, глухие. Это единственный способ взаимодействия с миром, который им доступен. И обязательно они должны касаться друг друга, мамы, друг дружки, по той простой причине, что как только ты не касаешься, ты куда-то отвалился, есть риск, что ты вообще выкатишься, изнары погибли. Но кошки вообще, говорят, нормально не развиваются, у них высыхание позвоночника. То есть обязательно это не гладить, если кошка ее не лижет. Да, то есть это с мамой взаимодействие должно быть и с остальными котятами, щитятами и прочим. То есть это вообще условия нормального развития для других организмов. А что-то поскольку человек, можно сказать, есть определенные родственные связи с остальными вот такими организмами. в том смысле тоже… Ну, чтобы депривация не происходила. Да, да. Депривация, да. Дети вообще умирают. Человеческие детеныши погибают просто, если… А меня имя зовут. Я белок попросила, поэтому я с этой точки зрения немного отнесла в эту сторону. Меньше профессиональных терминов, вот я прошу. Они не всем понятны. Ты сказала снова депривация. Да. Они не всем понятны. Переводитель. А ты поддержала. Нет сказать, пожалуйста, объясните что-то. Хорошо, если есть вопрос. Да, они просто пионалы. Немножко ужаться. Ну так, чуть пошире и получится. Ну, мы продолжаем. Они потихонечку там как-то включатся. Кто еще не знает, я Елена. Мои личные наблюдения по поводу страхов. Я так полагаю, что, когда ситуация многократно проигрывается, повторяется, мы постепенно к ней привыкаем. Я тоже очень сильно боялась глубины. Я умела плаваться, но далеко никогда не заплывала. И у меня было несколько таких ситуаций, когда меня одолевал страх, и я даже чуть не утонула неоднократно. А потом это повторялось, повторялось, и к этому привыкла. Сейчас я была бы далеко, глубоко и по-долгу, и меня не одолевают никакие страхи. Потом у меня еще были анафилактические шоки. Их было три. Первый я не поняла, второй шок. Давно у нас еще не было в этой компании. Я рассказывала про это мое состояние. А, Инга, кажется, была. Да, Инга помню. Это был жуткий стресс. Меня там калашматило так, колбасило, извините за слово. Я себя ввела совершенно неадекватно и орала. Мне просто было страшно. Потом стыдно за свое поведение. Второй шок, но тоже было страшно. Потом еще ситуация, повторяюсь, в кабинете у стоматолога мне сделали инъекцию обезболивающую. И тоже такое предшоковое состояние началось. Я уже поняла, что мне уже и не страшно. Вот, когда повторяется, привыкаешь уже к этому. Может быть у кого-то это по-другому происходит. То есть страх проходит, да? Да, как? Есть техники. Разработаны техники, как бороться с такими страхами. Люди боятся волос, люди боятся мышей, люди боятся змей, люди боятся воды и всего прочего. Постепенно привыкаешь повести человека постепенно к этому страху, к этому моменту, когда... Я говорил, у меня страх высоты, как я его поборол в себе. То, что я говорю, это все в прошлом. Я стал ходить по многоэтажным домам и постепенно подниматься, ну, допустим, раз в неделю на этаж выше. И потом в какой-то момент ты понимаешь, что, в принципе, этого страха уже нет, он проходит. То есть, вот, приучить свою бестолбовку к тому, что, в принципе, бояться-то нечего. То же самое страх воды, если человека регулярно топить, если его постепенно подводить к тому, что... Он станет очень женой, он привыкнет. Летом, Луида, мы поработаем над этим. Я тебе обещала, что ты не будешь глубины бояться. Ты хочешь за нее топить, что ли? Да, я думаю, что так. Поэтому то, что Елена говорит... У меня есть такое намерение. Елена говорит, она говорит реальные вещи, с которыми можно ее сделать. Но вот эти, как бы, страхи, отдельные страхи чего-то там, они не такой эффект производят на нашу жизнь, чем те страхи, вымышленные страхи, 90% которых никогда не сбываются, никогда не воплощаются. Вот. И поэтому вот этот психологический страх, который возникает у нас в голове, вот это, это самое, ну, я считаю, самое больное место человека. Что нам мешает жить? Допустим, ты можешь плавать, не выходя на глубину. Я могу подниматься, не выходя на высокий этаж. В самолете я нормально себя чувствую. Там, если ты боишься, там, волос каких-то, ну, подметай чаще, там, мышей, купи средства от мышей, в конце концов. Там, смей, не пытайся не быть там рядом со змеями, не ходи там за сад или куда-то, в зоопарк. Вот. Но есть страхи, которые действительно нам мешают жить, которые преследуют нас, независимо от того, где мы находимся, в каком мы помещении, насколько мы, так сказать, защищены. То есть в моменты, когда, казалось бы, человек полностью защищен, и у него вдруг паническая атака начинается. Ну, у людей часто бывают панические атаки в самые неожиданные моменты. И эту паническую атаку, вымышленную, создает мозг. Наш мозг создает. Вот эти страхи, вот это, я считаю, самая большая угроза для нас, для нашего организма, и вот с этим нужно иметь дело. Они, в частности, какие-то страхи. Для этого есть техники, которые очень простые. И вот, Надежда правильно сказала, основная техника – это присутствовать, войти в свое тело, осознать свое тело, почувствовать свое тело. А что происходит, когда ты, есть практика медитации, когда ты сканируешь свое тело мысленно? Можно я вам прощу? Не основная практика, а основное условие. Основное условие. Не-не-не, да, я понимаю. Основное условие – это ты переключаешь мысль со своего страха на что-то другое. Это то, чем моя сестра занималась полтора года, там, год. И после чего она начала жить с совершенно другой людьми. Я дам сегодня технику, которая будет ярко освещать тот механизм, который задействовал ваше сестре. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!